Каунас 30 октября. Сейчас попробую рассказать о машинах, которые были приобретены. Значит, первый. Opel Zafira. Он был первым приобретенным. Это автомобиль 2006 года. Эта машина имеет мотор 1.9 дизель. У нее механическая шестиступенчатая коробка. Этот автомобиль не имеет ни одного крашеного элемента. Более подробно посмотрите в отчетах. Сори, что он такой грязный, но этот автомобиль будет помыт уже на Украине, когда будет отдаваться владельцу. Здесь атермальное стекло. Здесь панорамная крыша. Здесь электропакет. Он не полный, но имеется в виду полный из удобства электроподъемники на всех четырех дверях. Этот автомобиль, он семиместный. Состояние салона у него просто изумительное. Ну, как изумительное? Есть, конечно, косячок. Сейчас я его покажу. Этот автомобиль вот с такой интересной панорамной крышей. Он имеет 205 тысяч проверенного пробега. Проверенного имеется в виду документально. Относительно, вот, руль со всех сторон. Незапиленный, чистый. Педальки тоже интересные. Водительское сидение сейчас я покажу с другой стороны, потому что с этой видна не будет. Мне часто говорят, что я не показываю водительское сидение. Оно действительно всегда самое запиленное. Но, не менее, здесь тоже косячок имеется. Это вот кто-то с большой попой просидел его. Ну, а так, в общем и целом, очень даже живой, интересный аппарат. Вот 205 тысяч пробега. Не знаю, видно, не видно. Надо ключ ставить. Или же открыть двери. Этот автомобиль не имеет ни одного украшенного элемента. Не помню, говорил, не говорил. Достался он на литых дисках. Очень часто вот такие номерные знаки с одинаковыми цифрами в региторе в разных городах по-разному, но за них просят денег. В среднем там 30-35 евро. На этот автомобиль они достались абсолютно бесплатно. Ну, вот такой вот фарт был. У нас по номерам вообще в этот раз все удачно получилось. Ни за один номер заплачено не было. Этот автомобиль также с фаркопом. Второй вариант. Peugeot 807. Госномер у него тоже 434 интересный. Вот этот вот автомобиль был самый тяжелый. Объясню почему. При осмотре все было хорошо и замечательно. При техосмотре, когда автомобиль проходил техосмотр, здесь забанили ручник заднее правое колесо. И также здесь написали, что чуть-чуть расшатанная рулевая тяга, но тем не менее все равно не проходит. И поэтому было принято решение поменять рулевую тягу. Особенность этого автомобиля в том, что оно меняется не только тяга, сейчас попробую показать, но еще и с рычагами вместе. Поэтому тут сразу были померены рычаги, сделанный развал схождения. Этот автомобиль покупался вместо транспортера Т4. Т4 транспортер в бюджете до 3000 евро, честно говоря, откровенный фламидник. Ну и вот старая запчасть из этого автомобиля. Два рычага и рулевая тяга, которая, в принципе, и вышла из строя. Значит, этот автомобиль также семиместный, как и зафира. Этот автомобиль также не имеет ни одного украшенного элемента. А стоп, секундочку, по этому автомобилю подкрас вот здесь вот есть, на заднем правом крыле. И, в принципе, все. Здесь есть подмятый порог. Здесь есть чуть-чуть покоцанная дверь. Стоимость этого автомобиля 2250 евро. Это двухлитровый дизель. Это дизель на автомате. Это дизель с климатом. Этот дизель с Вебаста. Вебаста, кстати, работает. Также здесь с электрообогревом сидения, с тремя люками. Имеется в виду активными. Но здесь не двигается, здесь нет электроприводов. То есть, если у других автомобилей в большинстве есть электропривод, то здесь электроприводов нет. Здесь складывающиеся зеркала. Очень неплохое состояние двигателя. То есть, едет он, несмотря на то, что здесь 4 передачи всего, тянет он как для 70, по-моему, 8 киловатт. Очень-очень даже и неплохо. По году выпуска этот автомобиль 2004 года. Ну, там всякие шторки интересные. Я спешу, поэтому коротко говорю о автомобилях. Может быть, я где-то чего-то не закажу. Третий приобретенный автомобиль. Citroёn C8. Человек ехал сюда купить Volkswagen Tiguan. Но Tiguan, они все в ценовом бюджете. Если хороший автомобиль, то очень высокие. А вот этот автомобиль не имеет крашеных элементов. Ну, по крайней мере, металлических. Возможно, здесь крашеные бампера. Из недостатков. Чуть-чуть потёртое крыло. Эй, извините, задняя левая дверь. Он также на автомате. Этот автомобиль бензин-газ. Он имеет электроприводы. Здесь также 7 посадочных мест. Ай, сори. Кнопочка же есть. Чего это я как-то так совсем расслабился? Газ-бензин. Ну, правда, здесь нет навигации. Но ничего страшного. Также здесь есть электросидение. Также здесь есть и память-сидение. Но самый большой плюс этого автомобиля в том, что он 2-литровый бензин-газ. Ну, и о том, как я заморачиваюсь с автомобилями очень часто. Не знаю, здесь или здесь. Да, наверное, здесь. Вот эта вот пачка документов. Она вся... Сейчас я достану какой-нибудь техосмотр. Здесь за всю историю есть все тюфы. Значит, это у нас за какой год? Это у нас за 15-й год. С пробегом 100 тысяч километров. Также все тюфы здесь есть, опять-таки говорю, за каждое прохождение техосмотра. Целая пачка документов. Где, чего, когда делалось. Неудобно одной рукой показывать. Да и, в принципе, парни спешат в украиненную сторону домой. По состоянию автомобиль очень хороший. Он сам с первого раза прошел техосмотр. Не было никаких затыков. Ну, как не было. Мы тут лампочки поменяли. У него лампочки не работали. Сзади на стопе справа. И габарит. А, из недостатков. Вот есть крыло и бампер. Вот здесь вот есть легкая притертость. Теперь, конечно, можно попробовать руками вытащить. Но мы не стали этого делать. Сторона правая также имеется в виду электрическая. Старые номера с этого автомобиля. Вот такие вот автомобили едут в сторону Украины. А, стоп, по ценам. Значит, освежу в памяти, потому что я точно знаю, что я не за все сказал. Вот этот автомобиль был приобретен за 2800 евро. Ночью мы его покупали. По-моему, 2800 или 2600. 2800 вроде бы. Ну, мы их пересмотрели очень большое количество, поэтому я как-то так и не очень запомнил. Вот этот автомобиль был приобретен за 2200, не то 250 евро. По-моему, 2200 евро. И вот этот автомобиль был приобретен за 2800 евро. Этот самый молодой среди всех. Но, тем не менее, все машины в отличном техническом состоянии. Эта, кстати, машина тоже прошла техосмотр с первого раза. Вот как-то так. Едут все в сторону Украины. Ну, а я остаюсь еще здесь, в Литве, потому что... Еще надо найти несколько автомобилей. И, честно говоря, среди того хламидника, который здесь есть, и то, как я заворачиваюсь с машинами, легкое такое отступление. Люди, которые звонят, пожалуйста, пригоните что-нибудь. У меня к вам просьба. Не звоните в принципе. Потому как я серьезно заморачиваюсь с подбором автомобилей. И это не реклама. Я не хочу гнать машины, которые откровенный хлам, как делает большинство людей. Приехали взять обы что и увезти потом обратно в Украину. Типа подешевле. Выбирайте... Я имею в виду дешевые. В том формате, что... Ну вот, например, Opel Zafira. Этот автомобиль, он недорогой. Но ценники на этот автомобиль идут от 2000 евро до 4. Смотрите хотя бы среднюю цену и выше. Не надо их покупать за 1700. В частности, я говорю о Zafira B, которая пошла после 2005 года. Так или иначе, ценник на этот автомобиль, ну вот такой вот. В среднем около 3000 евро стоит такой более-менее живой автомобиль. И еще раз убедительная просьба. За дешевые автомобили, типа до 1000 евро, пожалуйста, даже не звоните, даже не хочу браться. Не потому, что я вот такой вот зажжен или что-то еще. Я хочу, чтобы все автомобили доезжали до Украины. Доезжали до своих владельцев как минимум в живом нормальном техническом состоянии. Ну а то, что за 1000 евро там либо кузова не будет, либо ходовой, либо коробки, либо двигателя. Ну в общем, не будет нормальных автомобилей за 1000 евро. Раньше были, раньше было много. Но сейчас даже самые убитые, ухнуканные, они очень дорогие. Ладно, суть не в этом. С вами был Николай Тарануха. Всем удачи на дорогах. Всем пока-пока. До новых встреч.